Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Полгода до запуска в Барнауле снова изменится схема движения на строящейся развязке. Когда за окном плюс 30, но уже вовсю идет подготовка к зиме, как Барнаул готовится к отопительному сезону. Сняла грехи в священной реке и забеременела. Екатерина Рождественская презентовала свою книгу о жизни в Индии. Итак, прокатиться по многоуровневой развязке на Зминогорском тракте можно будет уже этой осенью. До запуска грандиозного транспортного узла остается всего полгода. Наша съемочная группа побывала на объекте, которому сегодня приковано внимание всех региональных СМИ, а также выяснила, как изменится схема движения в связи со строительством подземного тоннеля. Кольцо будет большое. Это, грубо говоря, первый уровень развязки. Тоннель минус первый. Металлический путепровод. Работа кипит. Строительство трехуровневой развязки на Зминогорском тракте в самом разгаре. Переправы возводят с весны 2023 года. В работе задействовано более 200 человек. Как будет выглядеть инженерное сооружение, можно увидеть на 3D-макете. Макет натуральный. Напомним, трехуровневая развязка на Зминогорском тракте – проект уникальный и необходимый городу. Пропускная способность участка с появлением нового транспортного узла увеличится в полтора-два раза. С 25 до 68 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость контракта на строительство внушительная – почти 3 миллиарда рублей. Ход масштабного и дорогостоящего строительства сегодня оценил министр транспорта региона. Мы примерно в 5-6 месяцах до окончания проекта. Проект крупнейший в Алтайском крае, в новой истории, скажем так, Алтайского края. Поэтому контроль особый. Рисков пока никаких нет. Но учитывая такие довольно материаловенкие работы, мы здесь присутствуем. Львиную долю автомобильного потока возьмет на себя подземный тоннель. Его протяженность уже составляет половину от запланированного. Порядка 250 метров из 500. Пока работы идут в первой части тоннеля. В настоящее время выполняются работы по устройству подпорных стен тоннельной части. Выполняется монтаж металлических валок пролетного строения металлического путепровода. И выполняются работы по устройству дорожной одежды на многополосном кольцевом пересечении. В июле изменится схема движения транспорта на участке. Дорожники построят транспортное кольцо примерно в 100 метрах от существующего. Это необходимо для того, чтобы продолжить строительство тоннеля на участке Зминогорского тракта в сторону центра города и для обеспечения непрерывных работ по расширению дороги в сторону Южного тракта. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Завтра в Барнауле демонтируют трамвайное кольцо около торгового центра «Пионер». Напомним, его останавливали на время ремонта путепровода. Завтра в 10 часов вечера ведут ограничения для автомобильного транспорта, а именно перекроют четную сторону проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения с улицы Пионеров. Для общественного транспорта также организована схема дорожного движения. И информация о маршрутах, которых это коснется, размещена на сайте мэрии. Добавим, ограничения снимут 29 июня в 14.00. Подготовку города к зиме начинают уже сейчас. С 1 июля приступят к ремонту и модернизации инженерных сетей Барнаула. Особо важными участками в этом году стали проспекты Ленина и Красноармейский. Как будут проводить работы, рассказали представители администрации города и ресурсоснабжающих организаций. Тему продолжит Юлия Щепина. Готовь сани летом, а телегу зимой. Так уже началась активная подготовка городского хозяйства к работе в следующий зимний период. В этом году в городе Барнауле будет выполнен ремонт, перекладка, модернизация, можно разные слова подбирать. Почти 24 километров тепловых сетей, более 10 километров водопроводных и канализационных сетей, 87 километров электрических сетей. На эти работы ресурсоснабжающие организации заложили более 3,5 миллиардов рублей, плюс дополнительное городское финансирование – более 110 миллионов рублей. Работы всех организаций будут проходить комплексно, чтобы создавать меньше помех для движения. Возможность сокращения сроков, мы будем к этому стремиться. Вся надежда только, конечно, на погодные условия, потому что предприятия и подрядные организации полностью готовы, силы и средства все имеются. В надлежащее состояние приведут особо важные участки города. Это инженерные сети под проспектами Ленина и Красноармейским. Причина не только в аварийном состоянии труб, а больше всего – это состояние железобетонной конструкции. То есть у нас под трамваями, под дорожным полотном, по заключению экспертной организации, состояние железобетона уже в неудовлетворительном состоянии. То есть если мы его еще отложим на один сезон, то опасения справедливые или трамвай, или, не дай бог, автомобиль могут, конечно, туда в один прекрасный момент уйти. Поэтому надо эти работы выполнять. На проспекте Красноармейском запланированы работы в районе улиц Песчаный и Попаненцев. На Ленина участок пересечения с улицей Партизанской. Для удобства жителей города при перекрытии участков дорог администрации разработана схема дорожного движения. В последующий мониторить, смотреть более напряженные узлы, точки. И с учетом уже необходимого где-то дополнительно, может быть, менять организацию движения уже на конкретно локальных участках, где мы будем выявлять проблемные точки. Подробно ознакомиться с информацией о перекрытых участках полотна можно будет на официальном сайте и в соцсетях Барнаульской администрации. Завершить работы планируют к первому сентября. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле взялись за несанкционированные торговые точки, палатки, складные столы, ящики и не только. Так, накануне в Октябрьском районе специалисты администрации провели рейд на улицах Пионеров, Чудненко и 40 лет Октября. На всех нелегальных продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях. Также, если торговая точка нарушает действующую схему размещения на территории Барнаула, предусмотрен штраф или предупреждение. Штрафы достаточно внушительные. Награждан до 3 тысяч рублей, на юридических лиц до 50. При повторном нарушении награждан уже до 5 тысяч, на юрлиц до 100 тысяч рублей. Жительницу Калманского района приговорили к принудительным работам за убийство своего новорожденного ребенка. По словам горе-матери, она не хотела еще одного ребенка и вообще думала, что он родился мертвым, так как на каком-то этапе беременности она пыталась сделать медикаментозный аборт. Однако суд установил, что в сентябре прошлого года женщина на своем приусадебном участке родила здорового мальчика, а затем завернула его в одеяло и перекрыла доступ к кислороду. Накануне жительница Калманского района вынесли обвинительный приговор. С учетом наличия рецидива, ей назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года. Однако его заменили на принудительные работы. Нужно 400 тысяч рублей, отдать могут 2. Такую помощь предложили женщине с инвалидностью, у которой после пожара пострадал частный дом. Дом построил ее уже покойный отец и не успел его приватизировать. Сейчас это накладывает дополнительные проблемы для пострадавшей семьи. В теме разбиралась Дарья Ирошина. Ольга, две ее дочери и кот остались живы. Пожарные успели вовремя. Недавно здесь сгорели баня с гаражной пристройкой, а электрика еще и намокла при тушении пожара. Огонь перешел и на соседний дом. В прошлое воскресенье я затопила баню. Я подкинула сухие полежки и сырые полежки. Потом через какое-то время вышло, у меня полежки саят и не горят. Я подкинула еще два полежка. Через 10 минут, когда я вышла, уже на бане была вот так труба, вокруг трубы было пламя. Я побежала вызывать пожарных. Войти в дом можно через гараж, в котором хозяйка хранила уголь и дрова, зимнюю одежду и некоторые вещи. Их спасти не удалось. Вот здесь баня была. Вон там дровяник сарайка сгорел тоже. Вот дверь в дом, железную дверь тоже менять надо. Предположительно, возгорание произошло из-за повреждения в печной трубе бани. Огонь разошелся по потолку и через проводку дошел до кухни в доме. Света нет, как и возможности проложить новую проводку. Ольга – инвалид третьей группы. Этот дом строил ее уже покойный отец в кредит. Приватизировать дом не успели. А вот долги теперь нужно отдавать. А тут еще и пожар принес новые траты. Примерно 1400 надо, если вот нанимать проводку, проводить, это покупать, плитки покупать, клеить. В соцзащиту съездила, в понедельник или во вторник я была, я уже забыла. Я записала, они сказали, сколько будет, они сказали, не знаю, а потом сказали, если дом не узаконен, то тысячи две, полторы в течение 30 дней. Я инвалид третьей группы, у меня пенсии 12 тысяч, дотацию на ребенка 13 тысяч получает. Старшая дочь работает в кафе, она получает зарплату 25 тысяч. У нас доход не сильно большой, то есть мы одни не вытянем. Сейчас Ольга надеется на помощь неравнодушных жителей. Первоочередная задача – вернуть электричество. Но к зиме необходимо починить крышу пристройки и баню. Если наши телезрители желают оказать какую-либо помощь погорельцам, телефон на ваших экранах. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае стартовал фестиваль имени Роберта Рождественского, который завершается 30 июня. В Барнауле состоялась творческая встреча с писательницей Екатериной, рождественской дочерью поэта. Она презентовала свою новую книгу, посвященную периоду ее проживания в Индии. Книга «Подарок из страны специй» стала 12-й в творчестве Екатерины Рождественской. Писательница рассказала, как попала в Индию после работы волонтером на Олимпиаде 80-го года, куда ее устроили, как шутит сама Рождественская по большому блату. Это была мама моя драма, как это все иностранцы должны начать свое обучение. Это меня так, я не могу сказать, что унижало, а обижало. Потому что не смысл заканчивать с отличием школы институт, чтобы опуститься до азн-10. А после Олимпиады Рождественская оказалась в Индии. Как призналась писательница, долгое время она не могла забеременеть. По совету индийской знахарки, Катерина окунулась в священную реку Ганг для снятия грехов, и ее не испугали даже плавающие в водах реки останки индийцев. О скором прибавлении она узнала через 9 месяцев, в День независимости Индии. Впечатления о стране специи легли в основу книги. Встреча с дочерью поэта завершилась автограф-сессия. А прямо сейчас фестиваль продолжается в концертном зале Сибирь, где Екатерина презентует книгу «Роберт Рождественский. Чужой билет». Там же проходит литературно-музыкальная программа «Помогите мне стихи». Напомним, что кроме Барнаула памятные мероприятия пройдут также в Тольменке, Новоалтайский, Олейский и на родине поэта в Косихинском районе Алтайского края. В сибирской медиагруппе подвели итоги онлайн-голосования на звание лучшего социального работника Алтайского края. Свои заявки отправили около 200 участников. За две недели в общей сложности было набрано 120 тысяч голосов. Подробнее о тех, кто каждый день пытается сделать этот мир лучше, расскажем в сюжете. Это был шквал эмоций. Каждый день пишут и пишут. И Оля, мы голосуем, и скидывают, и смайлы, и поддержку. Это тот случай, когда соцработникам самим понадобилась поддержка. В фотоконкурсе «Комсомольской правды» и Министерство соцзащиты региона редакция подвела итоги голосования на звание лучшего социального работника Алтайского края. Две недели конкурса – 120 тысяч голосов. Мы даже не ожидали, что будет такой отклик. У нас было 196 участников со всего Алтайского края. Нам звонили в редакцию регулярно. Говорили о том, что вот мы там поддерживаем того-то, мы поддерживаем того-то. Причем я знаю, что голосовали не только с Алтайского края, но и со всей России, даже с мира. Потому что конкретно, допустим, наша победительница Ольга Орлова, нам звонили в редакцию ребята со СВО. И они говорят, вот мы Ольгу поддерживаем, потому что вот она нам в свое время очень помогла. Я бы сказала, что 80% моего личного времени и рабочего времени занимает работа психологической помощи участникам специальной военной операции. Так как я веду онлайн-психологический кабинет, это не всегда та помощь, которая вот в академических часах измеряется, да, оказание психологической помощи. Это просто слова поддержки, это спросить, как здоровье. Они рассказывают о том, как у них дела. Многие жены звонят, мы общаемся. Кто-то помогает бойцам СВО, кто-то семьям, которые находятся в социально опасном положении. Такие конкурсы призваны подсветить работу людей, которых зачастую не видно. Где-то мамочка придет, одна, допустим, да, проживает, там детки, муж ушел. То есть здесь такая ситуация, да, то есть какие-то уже социальные меры поддержки положены, да. Где-то мамочки со своего пути все равно ищут, чтобы человек-то ушел как бы не обиженный, там, не обделенный, да, тем же своим вниманием. Многие, кто вот у нас снимаются с учета, да, то есть выходят из трудной жизненной ситуации, это всегда маленькие победы. Их, ну, очень, не очень даже много, но можно посчитать, и с каждым все равно, каждая вот такая ситуация, она всегда запоминается. Все женщины получили подарки, которые помогут им расслабиться с такой работой. Это отдых в Белокурихе и посещение банного комплекса. А все, кто участвовал в конкурсе – дипломы. Редакция передаст их в Министерство соцзащиты края. Кстати, совсем скоро пройдут другие конкурсы. Лучший работник почты и работник железной дороги. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все новости. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. До встречи в эфире. Далее о погоде. Продолжение следует...